Привет! Я только что посетила дантиста. Вообще такие впечатления очень-очень-очень хорошие. Мы сейчас заходим в лифт. Чистенько, аккуратно. Пописано не курите. Это мой муж. И имя клиента? Это мой муж. У меня есть адрес и место здесь. Из России? Да. Украина. Украина? Да. Русский мой в Нью-Йорке. Я Геральд. Спасибо. Удачи! 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 Спасибо! Спасибо, сэр. Удачи! 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 На, вот тебе назначили, видишь! Что назначили? В четверг, 14 декабря в 10-40 утра к зубному на прием. Моя страховка покрывает это, да? Да, да. И вот тебе дали. Видишь, какую штуку надо купить, полоскать зубы. Привет, продолжаю уже дома. И пока ехала, Трампа успели обвинить в сексуальных домогательствах. Группа женщин, обвинившая Дональда Трампа в сексуальных домогательствах, заявила о желании обратиться к Конгрессу США с требованием провести расследование. Более 10 женщин обвинили Трампа в неподобающем поведении. Предполагаемые инциденты произошли до того, как он стал президентом. Эта тема уже поднималась во время президентских выборов 2016-го, когда в прессе всплыла запись о съемке телепрограммы «Допуск» в Голливуд, на которой Трамп рассказывал, что он приставал к женщинам. Не хочется верить, что как американцы мы можем забыть о наших политических предпочтениях и потребовать у господина Трампа ответ. В принципе, такие скандалы для Америки не новость. Думаю, вы об этом уже слышали. Они недавно уничтожали продюсера Харви Вайнштейна. Звезды, получившие Оскар с его помощью, решили укусить руку, которая их вскормила. В случае же с Трампом, я думаю, что это чисто политический ход. Демократы не знают, с какой стороны подойти к президенту. И решили использовать традиционные приемы. И пока господин Трамп думает, что же ему ответить на подобные обвинения, я вам расскажу о своем посещении дантиста. Ну, начну с того, что я стеснялась там делать видеосъемку, поскольку нужно было сосредоточиться и понять обстановку и свои права. То есть права использования моей медицинской страховки. Об этом я сделала два видео. Поэтому, пожалуйста, их пересмотрите, кому интересно. Но для начала сделаю небольшое отступление. Дело в том, что мой видеоблог делится на две темы. Это жизнь в Америке, в принципе, он так и задумывался. И второй, это политическая ситуация в Украине, тема, которая меня не отпускает. Хотя раньше, как я уже говорила, политика меня, в принципе, не очень интересовала. Политика заинтересовалась мною. И я решила пойти навстречу. Недавно посмотрела фильм при участии Энтони Хопкинса. Это один из моих любимых актеров. Где красной линией проходит цитата о том, что победить монстра можно только глядя ему в глаза. Но мои видео как на одну тематику, так и на другую получают критику. С другой стороны, материалы, которые критикуются, наоборот, получают хорошие отзывы. Поэтому пишите, какая тематика вас больше интересует. Делайте конструктивные замечания. Например, сегодня меня одна женщина обвинила во лжи. В принципе, для меня это комплимент, потому что лгать я не умею. Я считаю, что это ниже моего достоинства. Но в современном социуме неумение лгать граничит с глупостью. Поэтому, пожалуйста, если вы утверждаете, что я лгу, аргументируйте это. Кроме того, прошу делать не скидку. Тележурналистика и видеоблогинг это совсем разные вещи. Я не работаю в команде. Я все делаю сама. Кроме того, у меня был какой-то страх перед компьютерами, перед программным обеспечением. Я все это начинала с нуля, без будь какой помощи. Я боялась монтировать. И потом этим я занимаюсь совсем недавно. Ну и говорить перед микрофоном это совсем не то, что брать интервью у других людей. Поэтому оставляйте свои комментарии, высказывайте свое мнение. Я обязательно все прочитаю. И сейчас есть пару политических тем, в том числе и я бы хотела их осветить. Эти темы меня очень волнуют. Поэтому подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе событий. Итак, возвращаемся к донтистам. Нужно сказать, что посещать врача я очень боялась. Так как два года находясь в Америке, я не могла себе позволить элементарный осмотр. После открытия визы, конечно, я стала интересоваться больше жизни в США. И ключевым вопросом стала вылечить зубы. Благо, что средства позволяли обратиться к хорошим специалистам. Но сейчас, зная, что Америка вырывается далеко вперед по технологиям, у меня началась паника. Дело в том, что у меня есть несколько коронок и, конечно же, пломбы. Я мама трех детей. И, конечно же, все эти проблемы с беременностью, когда у женщины летят зубы, меня тоже не обмянули. Первое, что меня интересовало, это общий осмотр и состояние моих зубов. Дело в том, что я сейчас не работаю. Позволить себе дорогостоящие лечения я не могу. В этом году я получила бесплатную страховку благодаря штату Мэриленд, в котором живу. И эта страховка в том числе покрывает и посещение дантиста. В Америке при получении медицинской страховки есть несколько медицинских планов, которые между собой отличаются. Ты можешь выбрать себе любовь в зависимости от состояния твоего организма. И не все планы включают осмотр у дантиста. Например, если у человека есть хронические заболевания, ему нужно пить огромное количество лекарств, такой план дантиста может и не иметь. Мой медицинский план включает в себя еще и частичное погашение мероприятий, связанных со зрением. Например, очки по этому плану я могу приобрести бесплатно раз в год. По своей медицинской страховке я уже перенесла операцию. Опять же, смотрите мои видео, я об этом рассказывала. В том числе и о том, как я добивалась страховки. Это все было крайне сложно. И сейчас, когда у меня лечение зубов не входит в мои планы, для меня было главное, чтобы хотя бы не посыпалось то, что у меня есть во рту. Я себе уже все надумала. Я уже говорила, что у меня началась паника. У меня уже стояли картинки перед глазами, что там полный кошмар. Всю ночь я не спала. И даже написала, перевела в гугле и отпечатала текст обращения к врачу. Пожалуйста, будьте осторожны. Пусть вот оно стоит так, как стоит. Вы только посмотрите, в каком оно состоянии. Скажите мне ваш результат. День начался с того, что нам перезвонили и напомнили о визите к врачу. Вообще здесь так принято, и мне это очень нравится, когда назначаешь appointment, то есть записываешься на встречу за день до визита. Тебе обязательно перезвонят и напомнят о том, что у тебя есть определенные обязанности. Мало того, если ты не явишься на визит к врачу или даже к чиновнику, то ты можешь получить штраф. В общем, в кабинет меня пригласила милая девушка. Мы потом разговорились, ее родители из Индии, она родилась в Америке. Кстати, врачи-индусы здесь очень на хорошем счету. Первое, что сделали, на меня одели защитный фартук и вокруг головы поставили такую камеру, и вокруг головы стала двигаться, я бы сказала, фотомашина, которая просвечивала мои зубы. Все, что видела эта машина, сразу отправлялась на компьютер. То есть не нужно бежать в другой кабинет, стоять в очереди, тратить на это несколько часов. Вся техника находилась в этом же кабинете. Далее мне сделали рентген, но уже в лежачем состоянии. Во рту к зубам прикладывали снимки специальной машинкой. После этого она расспрашивала, когда был последний визит к дантисту, когда производилась чистка. И сказала, что будет мне чистить зубы. Что меня удивило, так это очки, которые мне одели. И при каждом неловком движении, например, если вода попадала мне на лицо, эта девочка извинялась. Каждое свое действие она сопровождала объяснениями. После чистки эта ассистентка позвала уже врача. Это тоже была девочка индуска, но скорее молодая женщина. Они все мило улыбались постоянно, мы шутили. Например, когда меня расспрашивали, есть ли у меня какие-то противопоказания, имею ли я аллергию, они спросили, есть ли у меня аллергия на мужа. Я сказала, что да, иногда бывает. То есть, что мне понравилось, к врачу меня не отправили с нечищенными зубами. Это равносильно тому, как не садись за стол, не вымыв руки. И после этого уже врач стала составлять свой анализ. К счастью, она меня успокоила, что коронки и пломбы у меня на месте и в хорошем состоянии. Спасибо моим дорогим врачам из Украины, которые добросовестно отнеслись к своей работе. В результате у меня во рту нашли всего лишь 4 небольшие проблемы. То есть, это нужно поставить маленькие пломбочки. Покрывает ли это моя страховка, ассистентка тут же выяснила по компьютеру. Поскольку год заканчивается, в следующем году нужно оформлять либо новую страховку, либо продлевать старую. И врачи спешили. Поэтому встречу с донтистом мне уже назначили на этой неделе. Потом со мной провели ликбест. Мне показали, как нужно чистить зубы. Мне показали, какая мне нужна зубная щетка с водой какая-то там. Мне показали, как нужно пользоваться нитью обязательно. Мне сказали, что чистку следующую нужно производить уже через полгода. Кроме того, мне еще и вручили подарок. И поскольку я курю и люблю кофе и красное вино, они сказали, что это нужно пить через трубочку. У самих же врачей зубы были просто голливудские. Голливудская улыбка. Это не то, что, как бывает у нас, сапожник без сапог. Фактически они своим ртом делали рекламу своей работе. Но, к сожалению, не везде в Америке так, как я описываю. Как-то мы с мужем ехали на океан. Остановились в какой-то забегаловке. И на что я обратила внимание? Официантку, которая была совершенно без зубов. Это, в принципе, была молодая женщина. Не знаю, или она себя так запустила. Но голливудская улыбка бывает далеко не у всех. Я для себя тогда сделала такой вывод. В общем, я говорю о том, что знаю. Может, эта информация кому-то поможет. Потому что в Америке все по-другому. И каждую мелочь нужно либо узнавать на ощупь, либо сидеть часами в интернете и собирать информацию. Поэтому то, что я знаю, я делюсь с вами. В любом случае, я желаю не бояться врачей. Если вы к ним попадаете, все-таки пусть это будут высококлассные специалисты. В общем, когда я вышла от донтистов, я оставалась в полном восторге. Не только потому, что у меня зубы, в принципе, целые оказались. Но главным фактором было общение. Вот эта приветливая улыбка. Уважение какое-то со стороны врача. Расслабленная, в принципе, обстановка. Классная техника. В любом случае, приятно всегда, когда тебе улыбаются и понимают твою ситуацию. Ну и вот я покажу. Это целая система. Зубная щетка, которую мне порекомендовали. Там какая-то идет, наверное, промывка еще и водой. Это визитка, где указали время и день, когда я должна явиться. И вот такой вот подарок. Это все совершенно бесплатно. Зубная щеточка. Зубная нить. А, это такие вот иголки. Кстати, меня учили, как чистить между зубами. Вот такие вот петли. Ну и зубная паста. В Украине она довольно-таки дорогая. Вот такой я получила презент. Поэтому не зря говорят, голливудская американская улыбка. За зубами еще нужно уметь ухаживать. Все. На этом всем пока. Всем хорошего настроения. Ждем, что скажет Трамп на сексуальные обвинения. И не забудьте подписаться на мой канал. Что еще можно добавить? Медицина в Америке без страховки остается очень дорогостоящим. Удовольствием цены заоблачные. Например, одна коронка может стоить от 2000 и больше. Операция тоже от 2000 и до бесконечности. Вызов той же скорой помощи обойдется в 1500 долларов. Медицина остается краеугольным камнем в спорах политиков. И всегда говорят о каких-то реформах. На сегодняшний день есть так, как есть не каждый. Даже американец может себе позволить медицинское обслуживание. Я уже рассказывала, что иногда легче быть бомжом и бездомным. И тебе некуда будет присылать чеки, так называемые биллы. И ты не должен будешь платить. И когда тот же бомж лежит или ночует в холле больницы, ему принесут одеяло, и врачи обязаны будут предоставить ему медицинскую помощь. Возможно, поэтому в Америке так много бездомных. На этой оптимистической ноте я заканчиваю свое повествование. Всем пока! Подписывайтесь!